Мы на месте. Мы приветствуем Татьяну. Интересуемся, готова ли она к проверке, доверить ли она нам свое биополе. Наперед сеанс. Ей больно, и она кивает. Где боль? Она подсвечивается в красным цветом сейчас. Она и так вся красным цветом. Источник. У нее такое ощущение, что кола внутри торчит снизу, и ее перекусило все тело. И вверху у нее такая оболочка из плотных красных энергий. Начинаем с красных энергий вокруг нее. Силаем его в намерение, все эти энергии собираются перед Татьяной. Один, два, три. Все энергии выходят эти красные из нее, и вокруг нее, которые находятся, формируются в шар. Это больше как плата вышла. Плата. Хорошо. Отправляю в клетку тюрьму. Что? Есть. Хорошо. Идем дальше. Что у нас там видно? Этот кол подсвечивается. Что еще осталось из-под ключик? Этот кол, он идет с нижней чакры, он пробивает шеи, и голова сбоку остается. Силом его намерения вытягивается этот кол, отправляя его в клетку. Она как труба больше. Хорошо вытягиваю эту трубу, и она идет в клетку тюрьму. Готово. Еще видно что-нибудь? Не видно, но у нее голова, она как отделена на Бишутхе, она отделена. И там должно что-то находиться. Она ей показывает, что эта голова, она как набита чем-то. То есть энергия не циркулирует, и у нее голова как раскалывается полная. Чем она набита, Вера? Это боль или это какая-то чужая энергия? Это не чужая энергия, это то, что там собралось и не циркулирует. Хорошо. Застоявшаяся энергия. Да. Силом его намерения выдавливаю из Татьяны эту энергию, она формируется перед ней в шар. Она как камень вышла. Камень. Хорошо. Отправляю ее в клетку тюрьму. Визуально больше ничего нет? Но ей надо голову присоединить ей плохо. Хорошо. И сейчас, Влад, поставим на место скэнер, просканируй, чтобы там все срослось, все подключилось. Готово. Хорошо. Куча вопросов сейчас к тому, кому вытащим. Даю команду на счет три. Скэнер сканирует пространство над головой Татьяны под ногами, 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует все семь тонких тел Татьяны, находит все. От всех артефактов, от этой платы, от этой трубы и камня, выстраиваются каналы к ответственным, кто это установил, и притягивает всех в клетку тюрьму. Стоят в клетке тюрьмы мои заложники. Есть два интерферента, гуманоиды, красный дракон. Хорошо. Больше никого нет. Красный дракон. Какой красный дракон? 17.23. Подожди, у нее еще воронка есть в ногах. Вытягивает воронку, идет в клетку тюрьму. От воронки выстраивается канал к ответственным, притягивая в клетку тюрьму. Нет ответственных, баллуждающих. Под воронкой открывая воронку в галактическое дро, она уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Красный дракон, что ты устанавливал в этом биополе? Ты разжигал боль. Плату устанавливал. С какой целью ты ее устанавливал? Своей платы? Тебе давал кто-то разрешение? Он показывает. Он почему-то не видит позитива там, а у нее постоянно какая-то что-то ноющая внутри. Ее лично или это от интерферентов? То есть это недовольство внутреннее какое-то или это идет воздействие какое-то телепатическое или через артефакт? Или это от боли? Во всем разные есть причины дракона. Ноит. Он почему-то так и говорит. Она опускает свои вибрации. То есть она жалуется. Ты это хочешь сказать? Жалобами опускает вибрации. Как мне тебя понимать? Она просыпается недовольная. Он показывает, что она даже не думает, чтобы можно было думать по-другому. Это я имею в виду. То есть это какой-то уже... Программа. Программа. Да, это программа уже. Которую она сама себе установила, мне так кажется. Здесь больше никого нет, кто мог такое установить. Сколько ты находилась в этом биополисе со своими платами? Сейчас подожди. Он еще показывает что-то. Сама она не устанавливала себе. То есть это было навязано долгими годами. Привычки остались. Плюс действительно физическое тело у нее пробито все прошлыми интерферентами. Она не может дать какую-то команду себе, что она сильная и ее энергии сильнее. Навязанных мыслей и боли. Не знаю, не может или не хочет. Он показывает просто, как он ее видит. Я понимаю, да. Ему дает вот это вот мысли не туда, так сказать. Он никак открывает. Он показывает это, как расщелину, которую он не видит. И он может туда свои энергии поставить, что он сделал. И расширил их до уровня плат. Хорошо. Поднил их. Я понял. Идем дальше. Гуманоид, откуда ты? Сириус. И как объяснить мне вот эту отрезанную голову? Как ты мне ее объяснишь? Эту трубу, которая была, она еще пробита снизу, через все тело. Она сопротивлялась. И? И он нанес удар. Ты нанес удар. Ключевое слово. А ты не думал, что ты сам можешь получить удар? Прямо здесь, прямо сейчас. Скажем, от полумиллиона, от 500 тысяч герц до 5 миллионов или выше. Он на нее показывает и на тебя показывает. Он показывает, что ваши энергии одинаковые. Она сплеят. Так, как пользуешь их ты, и так, как пользует она, дает ему право забирать то, чем не пользуется. Знания, которые не дают ничего, пользуют другие. Но ты тут не знания забирал, дело в чем? А ты наносил конкретный... Знание энергии. Знание энергии. Хорошо. Тебе не давал все равно никто никакого права уничтожать тонкие тела. Нарушать их функциональность. Если бы ты поставил какую-нибудь свою подключку, я бы еще мог как-то оправдать. Но когда я вижу голову, которая на боку лежит, это уже конкретное убийство. А для убийц у нас есть живая плазма. Вот у Татьяны ее нет, а у меня есть. Если я сейчас спрошу Татьяну. Татьяна, не хотите ли вы отблагодарить гуманоида Сириуса за эти все приятные ощущения, которые вы получили от него? Если она скажет «Да», то через две секунды этот шар будет в тебе. И я тебя отправлю на твою чистоту. В прошлый раз, когда мы такое делали, долетела одна голова гуманоида. А ящер вообще не долетел. Риск, он оправдан? Скажи-ка мне, гуманоид. Вот к этому ты сейчас подошел. Хорошо. Он показывает. Это его стиль. Через эту трубу утекает энергия. И она не одна такая, в кого вставлены такие трубы. Он показывает других. У тебя много таких, кого ты в трубы поставлял? 23. Ну, это может быть хорошим аргументом для тебя в будущем. Хорошо. Начинаем с реверса энергии на переговорах с межгалактической полицией, я имею в виду. Переходим к реверсу энергии. Даю команду тонкой копии Татьяны спроицировать все энергетические и сферические каналы к гуманоиду и красному дракону, а также к их артефактам. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все чужеродные патогены низкой аббрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Татьяне. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. И все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в сто раз. Готово. Устанавливали фильтр с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса. Татьяна забирает все чистые и светлые божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что похитили, все, что изъяли, возвращается назад по праву. Ну нет, человеческую энергию собирал гуманоид. Конечно, она здесь рассказывает историю. Он считает себя вправе забирать. Человеческую энергию ты воруешь. Частицы души. Реверс закончился. Это называется глумление над душой. За это ты будешь отвечать. Начинаем с вытаскивания. Посмотри, красный дракон, что-то осталось на твоей чистоте, что я не вытащил. Скэнер, просканируй сейчас Татьяну на чистоте гуманоида и его артефактов. Не осталось ли что-то, что мы еще не нашли? Если есть, вытаскивай. Отключай. Да, есть на руках, на ладонях. На ладонях. Что там? Это как такой микрочип круглый и от него проводки. На обоих руках? Да. Выводи это все. Все выходит, зависает в шар. Ноги на ногах тоже есть. Со всего тела вытаскивай. Он по всему телу давал боль. Паразит. Разряды он давал. И пульсы. Ну вот, от этого и наищала. Вот эти удары током. Готов. Хорошо. Выстраивается прямой канал к этим чипам. И отправляю, во-первых, чипы в клетку-тюрьму. И выстраиваю. Каналы выстроились. Даю команду на отчуждение всей чужеродной патогенной низкоабрационной энергии, которую Татьяна получила от этих чипов. Все мощным потоком пошло назад. Все негативные патогены, низкоабрационные программы все летят в клетку по этому каналу, к этим чипам. Мне больно ноги. Вставать на них, они как у нее, как деревянные. И стоять на них больно. Это от подключек было или само по себе у нее боль? Она связана с подключкой к этим чипам? Связана, да. Хорошо. Сейчас мы увидим. Все назад вернем. Готово. Устанавливали фильтр с золотой сеточкой на этот канал в порядке реверса. Татьяна забирает все чистую, светлую, божественную энергию обратно. Пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что не похитили, все, что не изъяли, возвращает Татьяна себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Ну, к ней энергия жива возвращается. Вот эти ноги, они как неживые, твердые. А сейчас она начинает пальцами шевелить, крутить ступни. Это энергия жива. Она их чувствует. Это ее резервная энергия, которую он воровал. Когда у нее нет этой энергии человека, он никогда не восстановится. Закончилось? Хорошо. Хорошо. И включая внутренний белосвет Татьяне, и этим светом она выдавливает из ног всю эту боль. Один, два, три. Вся эта боль, остатки боли выходят из ног и со всего тела. И все это, выходя, формируется перед ней в шар. У нее есть шар. Открывая под ним воронку в галактическое ядро, сбрасываю на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Даю команду на рассинхронизацию Татьяны с гуманоидом, красным драконом и их артефактами. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Готово. Даю команду скэннеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Хорошо. Помогаемой энергией отстегнуть все каналы на счет 3, один, два, три. Удар. Отлетают каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. Ли, на связи. Ли, посмотри, пожалуйста, ситуацию. У меня здесь гуманоид Сириуса. Сколько ты находился, гуманоид, в биополе? Полтора месяца. Вот. Полтора месяца он находился. Мы, когда ее подняли, у нее была голова на боку. Ли лежал, он что-то ей там перерезал, проткнул ее трубой снизу вверх и говорит, у нее еще какое-то право есть. Мы ее забираем и забираем трубу, остальное все уничтожает. Еще Ли, он сказал, что у нее 23 таких пробитых души этим копьем, этой трубой. Вот это я могу тебе еще дополнительно дать. Разбираем все. Хорошо. А с этим красный дракон? Пускай. Хорошо, красный дракон. Первое, последнее предупреждение. Я хочу получить от тебя слово красного дракона, что ты больше никогда не войдешь в это биополе. Даю слово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте красного дракона, и он уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Под всеми артефактами, которые находятся в клетке красного дракона и гуманоида, открывается воронка в галактическое ядро и сбрасываем это все на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Все. Готово. Давай заправим Татьяну энергией. Посмотри, сколько ей нужно энергии и какая частота вибраций. 370. И? Ей нужно 25, на верхней 3 чакры 27. На счет 3 макушку головы Татьяна начинает поступать 7 высокоабрационных потоков. По 370% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает все необходимые ей цвета. Начинает поступать. Мощность потока усиливается. Чистота вибраций поднимается до 25 Гц. Пошел подъем. Чистота вибраций коронной чакры третьего глаза и голосовой чакры поднимается до 27 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. 1, 2, 3. Хорошо, Татьяна, мы закончили вашу проверку. Все вытащили. Как вы себя чувствуете сейчас? Мне очень понравилась энергия жива. Я поняла, что ее можно распространять в больные места и по всему телу. И она действительно сделала меня живой. Именно эту энергию у вас и воровал гуманоид. Хорошо. Прислушайтесь ко всему, что было сказано в этом сеансе. В любом случае измените свое отношение к этому миру. Если видеть негатив с утра, то все будет вокруг негативно. Вы должны все-таки как-то изнутри себя помогать. Я не такая негативная. Просто боль, конечно, понижает вибрации. Я стараюсь. Я понимаю. Но вы должны обязательно с этого момента начать. Когда вы заправляетесь энергией, вы должны их чувствовать. Вы должны прочувствовать, как они поступают в ваше тело. По чакрам, по цветам. Красный. Пусть ваш сын покажет вам, как выглядят чакры, чтобы вы понимали. Первая чакра красная идет, потом оранжевая. Я уже знаю. Хорошо. И вы должны представлять себе во время этой команды, как к вам поступает красный цвет сначала. Потом пошел оранжевый. Потом пошел желтый. Концентрируйтесь на этих цветах. И представляйте, что вы заполняете каждую чакру этим цветом. Он становится более интенсивным. После этого, когда вы наполнились, вот как бутылку воду наливает, уже горлышко все выливается, вы это почувствуете. И после этого дайте себе команду. Поднимаю частоту вибрации до 25 Гц. Можете дать себе щелчок. И прочувствуйте, как пошла такая легкая дрожь по телу, приятная. Вот это поднимается вашей вибрацией. Этот процесс длится пару секунд. И после этого, когда он заканчивается, ничего уже не происходит. Вы говорите, синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. И эта энергия распространяется по чакрам. Чакра становится более насыщенным по цвету. И вот когда этот процесс закончится, только после этого вы можете, к примеру, энергию свою родную, находясь в вас, послать, например, в колено, которое у вас болит. Мысленно посылаете туда поток. Чувствуете, как эта энергия вытесняет эту боль, как она ее сжигает там полностью. На это надо одна минута. И у вас боль просто пропадает. Но этим надо заниматься активно. Если вы ждете, что что-то упадет, не упадет. Вам надо сделать первый шаг. А первый шаг в вашем случае – это начать самостоятельно работать со своими энергиями. Контролировать свои мысли. Выгонять этот негатив, который вам поступает. Как угодно. Смотрите комедии, что угодно. Читайте веселые книги. Но вы должны быть на позитиве. Если вы на негативе, вы свои все эти 25%, они у вас упадут опять до 10 Гц. И тогда любой бес, любой черт, демон и так далее могут войти. Вы все свои защиты теряете. Подумайте об этом. Это все, что я хотел сказать. Будем возвращать вас назад. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Татьяны в ее систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки и звильники головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта. Поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok